Уфире новости на губернии 33 в студии Дита Синж. Здравствуйте, я Гланам к этому часу. 237 зараженных коронавирусом в регионе за сутки. Наибольший прирост инфицированных во Владимире, Муроме и Гусь-Хрустальном. Цифры по заболеваемости ковидом остаются высокими, поэтому вакцинироваться сейчас особенно важно. Многие работодатели Владимирской области организуют прививочные кампании прямо на своих предприятиях. О том, как проходит иммунизация, расскажет наш корреспондент Игорь Липский. Яна Пахтова – мастер участка на Везняковском электротехническом заводе. К счастью, женщина еще не сталкивалась с коронавирусом, но страх перед ковидом рос вместе с числом заболевших в стране. Когда Яне предложили привиться на территории завода, женщина согласилась, не раздумывая. Вчера была температура? Нет. Посидите. Ковидом болели? Вы можете выходить. Мужчина? Служила яд? Нет. Перед вакцинацией у сотрудников завода есть возможность бесплатно сдать ПЦР-тест. У Яны антител нет, а значит, прививку нужно делать обязательно. Во-первых, у меня есть ребенок, которому 14 лет. Его еще растить и растить. Во-вторых, самим хочется жить. Мы еще молодые. Хотим быть здоровыми. Поберечь, например, соседей, родителей своих, уже не молодых. Мобильный ФАП Визняковской больницы выезжает в среднем на три предприятия в день. В их числе как мелкие компании, так и крупные заводы. В медицинской бригаде врач-терапевт и две медсестры. Медики говорят, люди стали охотно записываться на вакцинацию. Но вопросы о побочных действиях после прививки до сих пор стоят остро. Даем памятку, и в памятке написано, и так говорим. Вот лично я говорю, какие могут быть осложнения на месте инъекции. Что боль в руке может быть, что все это само пройдет. Денечек-другой поболит, и все само пройдет. На этом крупном предприятии по производству светотехники для автомобилей ежедневно трудится 900 человек. Безопасность сотрудников на особом контроле. Социальная дистанция, масочный режим и обработка помещений. Массовая прививочная кампания на заводе началась в марте. 200 работников уже вакцинировались. К нам приезжает врач-терапевт, две медсестры. В этот период, когда они приезжают, у нас можно еще тем людям, которые еще сомневаются сделать прививку или нет, есть какие-то вопросы по этой теме. У них есть хорошая возможность подойти к терапевту, который приезжает на прививки, все это уточнить. В Весняковском районе активно ведется прививочная кампания. В сумме первым и вторым компонентом «Спутник Ви» провакцинировано уже больше 11 тысяч человек. За полторы недели в район поступило полторы тысячи доз вакцины. 997 из них уже реализовано. Вакцинация идет по нескольким направлениям. То есть при самообращении граждан, при записи и работа с коллективами, с организованными. У нас работает на сегодняшний день три стационарных прививочных пункта и один передвижной мобильный фамп. План их у медиков расширить географию. Новый пункт вакцинации появится в Нововязниках и Паустово. Сейчас туда поставляется вакцина. Но привиться можно только в определенные часы и тем, кто записался заранее. Чтобы сделать вакцинацию более доступной, уже закуплено новое морозильное оборудование. Это позволит привить тех, кто захочет вакцинироваться в течение всего дня. Игорь Липский, Андрей Беляков, Губерния, 33. И к другим темам. В Собинском районе в пожарном пруду утонул 44-летний мужчина. Очередная трагедия на воде произошла в субботу возле станции Колокша. Обстоятельства гибели мужчины еще предстоит выяснить дознавателям МЧС и полиции. Число погибших в новодаемах Владимирской области с начала года уже достигло 22 человек. В их числе 6 детей. Это в разы больше, чем за тот же период прошлого года. Чтобы избежать подобных трагедий, сотрудники МЧС увеличили количество патрулей и перекрыли доступ к местам, не оборудованным для купания. В Собинском районе разыскивают собственника участка, устроившего пал травы. Это произошло в селе Бабаево. Пожарных вызвали местные жители. Люди испугались огня, который вплотную подошел к их домам. К счастью, трагедии удалось избежать благодаря оперативным действиям команды спасателей. С огнем они справились в течение получаса. Пал травы произошел в микрорайоне Новая Простоквашина. Здесь больше 100 участков, но из постоянных жильцов только три семьи. Очевидцы рассказали, что поджигатель сначала сам попытался потушить пламя, но не рассчитал силы. Вместо того, чтобы набрать службу спасения, мужчина сел в машину и уехал, говорят местные жители. В МЧС подчеркивают, в области продолжает действовать особый противопожарный режим. В этот период нельзя разводить костры в неустановленных местах, сжигать отходы в лесу и поджигать траву. Только за последние 10 дней зафиксировано 5 случаев пала травы в Гусь-Хрустальном, Ковровском, Петушинском, Киржальском и Собинском районах. За нарушение правил пожарной безопасности в условиях противопожарного режима наступает уже по части 2 статьи 20.4 Кодекса Росклиграции административных правонарушений. Санкции данной статьи не предусматривают как вид наказания предупреждений и влечет только штрафные санкции. К примеру, для граждан размер штрафа составляет от 2 до 4 тысяч рублей. Продолжаем выпуск. Стадион Торпеда ждет реконструкция. В настоящее время проводится обследование объекта. После чего департамент планирует вступить в федеральную программу для обеспечения финансовой поддержки. По предварительным результатам фундамент стадиона находится в хорошем состоянии, поэтому нет смысла сносить его полностью. Замены требуют плиты, которые соединяют несущие конструкции. Они уже изношены. Конкурсные процедуры на ремонт объекта проводились еще 2 года назад. Но подрядчик не справился с заданием и не предоставил проекта смекную документацию. Поэтому заказчик, в данном случае обустрой заказчик, расторг в одностороннем порядке оба контракта. К сожалению, для спортивной общественности мы потеряли этот год с небольшим. Сегодня обследование проводит Владграждан проект. Как только будет готово обследование, будет предпроектное решение принято, обустрой заказчик, это областная собственность Торпеды, подготовит. И вот только тогда выходим на торги. Из-за роста заболеваемости коронавирусом во Владимирской области в июле и в августе перенесут 80% спортивных мероприятий. Исключение сделают только для отборочных соревнований. Без них наши спортсмены не смогут попасть на общероссийские турниры. Под сомнением это в начале августа день физкультурника, мероприятия приуроченные к этому моменту у нас под угрозой. Ну и там фестивали пляжных видов спорта, которые мы хотели большое проводить на пляжной зоне в городе Гусь-Хрустальный. Тоже фестиваль, там много видов спорта. Что-то похоже на богатырские игры, да, смысл тот же. Ряд видов спорта, большое привлечение населения. Понятно, что вот эти моменты сейчас остановлены, они, время еще есть, посмотрим в какую сторону. Во Владимире открылся первый фестиваль уличного искусства «Загагули». Это проект местной художницы Регины Яфасовой, получившей грант молодежного форума «Таврида». На открытии, которое состоялось в эти выходные, участники создавали предварительные наброски будущих работ. Какую цель ставят перед собой художники, узнал Ирина Курочкина. Иллюстратор Евгения Зверская впервые держит баллончик с краской в руках. Раньше она работала только с кистью и планшетом, а сегодня даже простые линии даются с трудом. Руки трясутся, пальцы уже немножко в напряжении. В общем, очень страшно. Евгения – одна из 17 начинающих уличных художников, которые прошли отбор фестиваля стрит-арта «Загагули». Вместе с более опытными мастерами они будут создавать новый облик города. Планируется, что в проекте примут участие и несколько художников с мировым именем. Из Владимирской области, возможно, вы его знаете, Кирилл Ветерников. Он из Вязников, он тоже будет участником. И уже откроем завесу тайны. Мы будем реализовывать на пятиэтажном доме, жилом доме, при въезде в город. Очень красивую работу. Без политики запрещенных тем. Небольшие фестивальные работы стали появляться на городских улицах еще пару недель назад. К концу июля их будет около 20. По словам организаторов, власти пошли навстречу, и коммунальные службы не будут закрашивать эти граффити. Сначала было непонятно, потому что понимание администрации, когда говорят граффити, это что-то нелегальное, бомбинг, какие-то теги. Но мы показали, какие возможности это может дать. Поэтому администрация сейчас идет навстречено. И, возможно, в дальнейшем бесплате будет содействовать и помогать. Художники уверены, что уличное искусство – это способ украсить город и привлечь туристов. Это подтверждают популярные фестивали стрит-арта в соседних регионах. Кроме того, благодаря граффити гости города смогут открыть для себя не только исторический центр, но и спальные районы. Конечно, нужно им туда что-нибудь добавить, чтобы они заглядывали. И тогда можно уже будет коммерцировать кафе и музеи с подворотни, а не центральной дороги. Их будет больше. Туда заходят и интересуются местностью. Фестиваль за Гогули продлится все лето. В августе финальной точкой станет большая выставка, на которой можно будет увидеть процесс работы художников от замысла до воплощения. Ирина Курочкина, Вячеслав Сноровкин, губерния 33. Во Владимир прибыл ковчег с мощами святого благоверного князя Александра Невского. Святыню встретили в Богородице Рождественского монастыря. Областной центр мощи привезли из Иваново в рамках крестного хода. Он начался в Москве и проходит по местам деятельности и жизни князя. Александр Невский – особое имя для нашей страны. С Владимиром была связана значительная часть его жизни. Здесь он был помазан на Великое княжение и погребен в Богородице Рождественском монастыре. Сегодня перед ковчегом отслужили торжественный молебень, после чего верующие смогли приложиться к мощам святого князя. Ковчег пробыл во Владимире лишь пару часов, после чего его повезли в Троице Сергия и Лавру. Для нас очень важно, что Всероссийский исторический крестный ход пришел сегодня именно сюда, принес частицу мощей, для того, чтобы мы могли почтить имя Александра Невского. Сегодня вы видите, народу не так много, но все же духовенство прибыло, настоятели и настоятельницы монастырей, благочинные храмы Владимирской епархии, чтобы поклониться мощам святого князя и поприветствовать тех, кто пришел сегодня крестным ходом сюда, к нам во Владимир. В год 800-летия со дня рождения Александра Невского прикоснуться к его мощам смогут верующие в 86 городах России и Белоруссии. Общая протяженность маршрутов около 25 тысяч километров. От Бреста до Южно-Сахалинска, от Ленинградской области до Владикавказа. Завершится крестный ход 14 августа. На этом у меня все. Оставайтесь с нами и следите за информацией на сайте trc33.ru в социальных сетях губернии. Делайте новости вместе с нами. Звоните в редакцию по телефону 32-62-33. Не забывайте, что коронавирус – опасная болезнь. Прививки от этой инфекции делают во всех поликлиниках области. Защитите себя и своих близких. А с вами я прощаюсь. Вечерний итоговый выпуск новостей выйдет в эфир ровно в 19.00. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова